Он просто не придет ошейник. Ошейник. Обычно он без ошейника. Просто сегодня надели на всякий случай. Сюда. Были собаки, были кошки, и сейчас они есть. Но это, так сказать, классические питомцы. Экзотика прокралась в дружную семью Захаровых в октябре. На скромных квартирных квадратах прописался новый и весьма оригинальный жилец. Енот Роман. Папа очень хотел на день рождения себе енота. Его мечта сбылась. Долго сомневались? Да, долго. Потому что все-таки такое животное интересное. Интересное в поведенческом плане. Мне незнакомое. Когда его папа привез, он сразу ко мне так посмотрел. Я ему в глаза посмотрела, и я поняла, что все. Я в него влюблена. Это мой как сын. Вторая мама енота вот уже несколько месяцев на разрыв. Отличные успехи в школе совмещает с занятиями верховой ездой и воздушной гимнастикой. Ксения – серебряный призер открытого чемпионата России по воздушному эквилибру и лауреат первой степени международного конкурса «Звездочки Адыгеи». Покоряя во всех смыслах высоты, Ксюша строит вовсе не воздушные замки, а вполне себе реальные планы. Хочет стать обладателем собственной лошади и ветеринаром. Говорит, если вдруг среди пациентов окажется енот, не растеряется. Ужимки и прыжки своего любимца изучила досконально. От собаки у него как бы такая вот харизма, что ли, не знаю, ну, дрессировке легко поддается. От кошки ласковость иногда, то есть тоже он ласковый. От себя, не знаю, ну, еноты любят все полоскать. Что полощет полоскун и чем еще живет яркая креативная семья Захаровых, расскажем в программе «Будь здоров». Специально для таких героев там предусмотрена рубрика «Планета семья». Итак, сегодня, 18 января в 19.30 не пропустите. Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов, репортер 73.